Всем привет! Сегодня я покажу как сделать вот такие розочки на резиночках. Сегодня я сделаю такую же розу, только белого цвета. Для этого нам понадобится белый фоамиран, зеленый, фольга, утюг, горячий клей, ножницы, зубочистка, левая деревянная палочка, резинка, блестки и лак для волос. Сначала нам нужно приготовить трафарет для наших лепестков. У меня вот такой трафарет, вы можете нарисовать сами, это очень легко, не обязательно делать все точно, можете свой придумать лепесток. То есть они вот у меня вот такие получаются. Итак, мой лепесток длина 4 см, самая широкая ширина 3,5 см и самая узенькая это 2 см 8 мм, то есть вот такой лепесточек. Итак, сначала мы приготовим наши лепестки. У меня уже немного готово, поэтому сейчас я покажу как я это делала. Мы берем фоамиран нужного нам цвета, затем прикладываем наш трафарет и обводим его. Всего я вырезаю 15 лепестков, но 15 это цифры не постоянно, потому что у меня на 1 цветочек ушли все 15, на 1 13, то есть это зависит все от формы, какая она у вас получится. Но я вырезаю всегда 15 лепестков, лучше на запас. Иногда они уходят все на этот цветок. Итак, я вот так вот обвожу и вырезаю наши лепестки. Сейчас я обведу и затем вырежу. Лепестки у меня готовы. Такие лепестки. Теперь, пока у меня нагревается утюг, мы сделаем нашу основу на цветочек. Она будет выглядеть примерно вот так. Мы берем кусочек фольги. И затем делаем такую форму. То есть, главное начать с кончика. И затем просто сгибаем кружочек. Лишнее уберем. И теперь, когда у нас главное готов кончик, мы просто добавляем на наш кружочек. То есть, делаем наш кружок. Делайте, как вам удобно. Главное, чтобы получился вот такой кружочек с вытянутым кончиком. Главное, чтобы был такой кружочек побольше, пообъемней. И делаем. Все готово. Такая вот формочка. Так, у нас все готово. Теперь мы будем делать наши лепестки. Для этого уже на разогретый утюг мы прикладываем наши лепестки. Они обычно сами отпадают. И пока они горячие, вот так вот расправляем. Особенно кончик, чтобы он был такой волнистый. Но не перестарайтесь, как фоамиран может порваться. И так проделываем с каждым лепестком. Мы делаем это для того, чтобы придать им более реалистичный вид. Так, это проделаем с каждым лепестком. Такой лепесток становится волнистый. Но главное, придать форму это в горячем виде. То есть, чтобы пока лепесток горячий, мы придаем эту форму. Вот так. Лепестки у нас почти готовы. Все, теперь можем формировать наш цветок. Итак, клей у меня нагрелся. И мы приступим. Мы берем один лепесток и нашу заготовочку. Мы примеряем наш лепесток. То есть, теперь, когда края загнуты внутрь, то есть, это выглядит вот так, мы должны накрыть нашу сердцевинку так, чтобы фольги совсем не было видно. То есть, вот так, но так, чтобы получился вот такой заостренный кончик. Вот так. Теперь все это мы также делаем, только на клей. Для этого мы смазываем весь наш лепесток хорошенечко. И приклеиваем. Фольмиран у нас такие лепесточки мягкие, поэтому очень хорошо он приклеивается. Подождем, пока немножечко высохнет. Так, все готово. Теперь также мы все краешки также проклеиваем. Вот так вот приклеиваем к нашей заготовке фольмиран. Все, вот так это все выглядит. Теперь мы берем следующий лепесток. Теперь лепестки мы наклеиваем. То есть, первым мы наклеили его так, то есть, когда концы внутрь, а теперь в обратную сторону. Мы берем один любой лепесток и будем сейчас его формировать. То есть, мы смотрим, как он будет выглядеть. Примерно вот так. Теперь клей наносим только на нижнюю линию и немножечко кончики, то есть, приподнят. Теперь мы берем и приклеиваем. Вот так. Пока это сейчас приклеится. Когда приклеится, мы берем наш уже нагретый пистолет и кончиком вот так вот загинаем наши концы фольмирана. Можно поправлять пальчиками. Вот так это выглядит. Итак, мы продолжаем. Обычно я клею по часовой стрелке, то есть, наши лепестки. В первом ряду у нас будет три лепестка. Также клеим. С каждым разом лепестки у нас будут клеиться немножечко ниже. То есть, фольга будет немножечко видна, но это ничего страшного, так как мы все заклеим нашим лепестком. Также мы наклеиваем и также загинаем наш кончик. Загинается он очень легко. Вот так. И так же я наклею третий лепесточек. Даже он получится уже во втором как бы ряду, поэтому это слишком роли не играет, чтобы было красиво. Так, теперь мы уже наклеим немножечко совсем ниже, то есть вот так. И в таком же порядке по кругу мы клеим наши лепестки. И так же каждый лепесток мы загинаем наши концы фольмирана. Вот так у нас получается, очень нежненько. Мне кажется, как зефир. Он такой мягкий-мягкий. То, что белый цвет, очень красиво. Итак, теперь мы продолжаем так же клеить. Можно примерять заранее, чтобы... Теперь мы фольмиран клеим еще ниже. То есть совсем чуть-чуть ниже. Чтобы розочка у нас постепенно раскрывалась. Так же клеим по кругу и загинаем кончики. Теперь все то же самое. При этом у нас розочка раскрывается и становится больше. Вот так. Так получается. Продолжаем делать. Продолжаем. Теперь, чем ближе мы подходим к концу, мы смотрим, чтобы был примерный кружочек. То есть у меня пойдет лепесток вот так. Так. Вот так у нас получается. Осталось уже 4 лепестка. И уже здесь мы формируем форму. То есть примерно кружочек придаем. Сейчас я клею. Лепесточек уже еще ниже, видите? Немножечко выше предыдущих, но чтобы форма уже была более раскрытой. И так же мы немножечко загинаем. Вот так. Здесь уже мы смотрим на форму. То есть если у вас уже форма идеальная, осталось совсем чуть-чуть. Смотрите, чтобы кончики все приклеивались. Так, цветочек у нас получается. Смотрите, в принципе он уже круглый. Мы смотрим, нужно ли нам еще или нет лепестков. Думаю, что достаточно. Потому что если я еще добавлю лепесток, то нам придется еще целый ряд делать. Поэтому я остановлюсь. Теперь у нас, когда готов уже цветочек. Итак, у нас ушло всего 13 лепестков. И получилась вот такая роза. Теперь мы берем зеленый фоамиран. Смотрите, вот так это выглядит. Теперь мы прикладываем наш цветок. И примерно отмечаем так, чтобы края, то есть вглядывали. Теперь мы загинаем. И чтобы у нас получился квадрат. Теперь мы вырезаем наш квадратик. Так, квадрат вырезали. Теперь вырежем также полосочку. Также с этого квадратика вот такую небольшую и не слишком широкую полоску. Но и не слишком тонкую. Это будет наша основа, которая будет прикрепляться к резинке. Итак, все. Мы закончили. Теперь будем прикреплять. Для этого мы берем наш квадрат. Сгибаем пополам. И теперь что мы делаем? Мы делаем дугу и тем самым оставляем наши концы. Чтобы получился вот такой лепесток и вот такая форма. Лишнее мы убираем. Теперь мы также согнули пополам и прорезаем вот такие небольшие две полосочки. Так это получается. Но небольшие, не слишком большие. Теперь мы берем нашу полосочку, выдавливаем клей посередине и приклеиваем ее к резинке. Теперь мы просовываем нашу полосочку в эти отверстия. Теперь в серединку мы тоже выдавливаем клей. То есть вот так. И теперь мы хорошенько продеваем нашу основу. Теперь что мы делаем? Мы выдавливаем клей немножечко сюда и на внутреннюю сторону. И теперь мы вот таким образом сгибаем нашу полосочку. То есть вот так она сворачивается как бантик. Для того, чтобы наша основа не, в коем случае, не ушла обратно. И здесь, чтобы она была хорошо закреплена. И так же делаем с этой стороны. Так это получается. Сейчас все приклеится хорошо. Когда вы надеваете резиночку, то лучше брать, то есть не вот так оттягивать, а просто вот так саму резинку. Потому что некоторые начинают вот так вот оттягивать. И, конечно, фоамиран он не слишком такой уж прочный, что его вот так можно рвать. Нет. Нужно относиться аккуратно к таким вещам. То есть мы надеваем резиночку. Если хорошо обращаться, то она очень долго прослужит. Я сама ношу такую, и мне очень нравится, и между прочим, я уже очень долго ее ношу. То есть если хорошо обращаться, то и долго прослужит. Теперь мы на цветочек вот так по кругу выдавляем клей, чтобы закрыть нашу серединку. И хорошенько приклеиваем ее к нашей заготовочке. И вот так прижимаем. Сейчас она приклеится. Теперь вот эти концы мы оставляем, а промеж концов мы тоже выдавляем клей. И приклеим к самому цветку. То есть вот так. И так делаем с четырех сторон. И таким образом у нас все будет хорошо держаться. И ничего не отпадет. Сейчас подержим, чтобы все хорошо приклеилось. Все готово. Теперь мы можем загнуть наши лепестки. Для этого берем нагретый пистолет и вот так кончики мы прижимаем. И тем самым они вот так вот загинаются. Все готово. Теперь осталось совсем чуть-чуть. Мы берем наши блестки. Лучше я их высыплю на бумажечку. Теперь мы берем лак. И сбрызгиваем нашу розу. Вы можете оставить так, если вам так нравится. Но я придам немножечко блеску. Хорошенько сбрызгиваем. И теперь пальчиком я наношу на нашу розу по всей розе блестки. Но блестки нужно закрепить хорошо. Чтобы они не обсыпались. Если они будут немножечко обсыпаться, то это просто лишнее уйдет. А все нужное останется. Мы сначала вот так на мокрый лаком цветочек хорошенько обмазываем блестками. Можете блестки взять любого цвета, какой вам понравится. Также сердцевинку. Так вот посыпаем блестками. Теперь заново опять сбрызгиваем. Уже подальше, чтобы блестки не улетели. И снова можно так же повторить. В конце мы опять сбрызнем лаком. Чтобы они уже наверняка остались. Все. Цветочек высохнет. Никакие блестки не отпадут. Вот так все это получается. Очень интересно. У меня лак тоже с блестками, поэтому видите, небольшие красные блестки. Смотрите, очень интересно. У нас все готово. Вот так у нас все выглядит. Все. Наша работа завершена. Если вам понравились вот такие розы, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, понравились вам розы, был бы полезен наш мой урок вам. Какой вам цвет больше всего нравится. Какую розу вы сделали. То есть пишите и рассказывайте все. Мне очень интересно читать. Я надеюсь, вам понравилось. И до новых встреч. Не пропускайте мои новые видео. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok